Есть три основных причины, когда очень трудно сохранить семью. Первая причина — человек униженный, рядом с тобой живет, перед тобой прыгает, ты наглеешь, становишься диктатором или диктаторшей, и потом бросаешь этого человека. Вторая причина — это когда человек изменяет, очень трудно жить вместе после этого, нереально сложно. И третья причина — когда пропадает любовь, то есть только может быть, ты вот не чувствуешь ничего вообще к человеку, вот он как чужой для тебя вообще. Человек мучается, мучается, а любви нет, он чужой, непонятно зачем вообще. А там понимаете, как было, если человек мягкий, обычно такие люди, они сильно любят. Он сильно любит человека, перетягивает любовь на себя, становится униженным, а у тебя раз и как бы и прошла любовь, потому что он перетянул. И вы его бросаете, он потом мучается долго, один, наверное, да, был, долго не женился. Как я же думала, потом он, в принципе, был достаточно сгоним в жизни, просто я об этом не знала. А, вот оно что. И ушла, как бы, сожжили, и потом не видела свой поступок, а уже через какое-то время узнала, что он. В общем, вы друг друга стоили, да? Ну да, но мне просто хочется понять, если у него должна была я не уходить, или я все-таки, как бы, или я, любая такая женщина, должна была вот как бы оставаться, и вдруг в судьбе у мужа будет такой развод, то есть вот, ну, должна была, должна была, как он с этой точки зрения? Должна была оставаться, но не смогла. Не смогла, просто. Знаете, о чем я вам скажу? Вы не оправдываете свой поступок. Это засада. Человек идет, идет из засада. Неожиданно. Пуста. Не надо смотреть на свою судьбу так, как вот должна, я не должна. Надо по-другому смотреть. Вот я так сделал, примите вот себя такой, я вот так сделал, раскаивайтесь, живите с этим в сердце и будьте счастливы тем, что Бог дал. Понимаете? Просто поймите, что если у вас будет такая логика, что у меня сейчас более-менее все нормально, потому что я от него ушла, это логика неправильная, она разрушает судьбу. Понимаете? Нормально, потому что так захотел Бог. Но это нормально через серьезные испытания тоже. Я вижу вашу жизнь, я знаю, что там было. Ну, то есть вы фактически, эти отношения были разрушены вторые, но вы их, как бы, ну, выстояли, так сказать. Ну, то есть вы смогли их сохранить. И поэтому вы просто отработали карму, как бы, и все, и остались вместе. Это, ну, значит, что вы сильный человек, способный побеждать судьбу. Вот. Но никогда не оправдывайте свой поступок. Это очень опасно, потому что это в будущем может опять привести к последствиям Бога. Как бы, как было, так было, как смогла, так сделала, но, ну, как бы, раскаивайтесь, живите дальше.